Тарас, вот как вы оцениваете вот все, что только что о чем говорил ваш коллега, те решения, которые украинским политикам приходится принимать вот под таким давлением западных кредиторов? Вот деньги Запада, они действительно стоят таких жертв и ограничений, на которые нам приходится идти? В действительности, гроши МВФ нам не дуже потребны зараз, потому что экономика у нас достатньо поживалась и говорить о том, что нам нужно брать дополнительные деньги, я не вижу причин. Но деньги нам будут намагаться давать, потому что МВФ – это бюрократическая структура, которая фактически зарабатывает деньги на выдачу кредитов другим странам. И хочу отметить, что в действительности, что было перелечение до этого, это, дай Боже, 20% вимог, которые выставил МВФ еще 2-3 года назад. Почему? Это был антикоррупционный суд, и приватизация, и так далее. Но в действительности, украинская влада не выполняла этих требований, а транши продолжили не надаваться, потому что это вигідно в первую очередь у МВФ. Единым чинником, который может сейчас заводить на данную чергового траншу, в зависимости от так называемой пенсионной реформы, хотя это не есть пенсионная реформа, а фактически штучное снижение количества пенсионеров, как бы ни говорили, это цинительно делает МВФ, потому что им потребуется меньше людей, которые будут претендувать на их деньги, потому что мы их должны повернуть. Единым неформальным требованием может быть, и что может гальмовать, это сейчас присутствие легитимного главы Национального банка, который, как известно, у нас никак не может пойти в отставку, и не может быть предназначена глава Национального банка. Потому что МВФ всегда вымагает, что нужен легитимный уряд, он у нас есть, и должен быть легитимный глава Национального банка, то есть подтвержденный в парламент, потому что Гондарева заявила уже полгода тому и про свою отставку, и как не может пойти. Поэтому в данном случае это единственная перешкода, но деньги, я думаю, будут давать, потому что это МВФ выгодно, они на этом зарабатывают. Понятно, ну что ж, время покажет, время и деньги, возможно, позволят от МВФ нам пересчитать. Спасибо, Тарас Казак и Тарас Загородний отвечали на мои вопросы.